Привет друзья! Авиационный техник, обслуживающий российские вертолеты К-52, рассказал свои впечатления о живучести боевой машины и ее двигателе ВК-2500. Двигатель ВК-2500 является дальнейшим развитием двигателей семейства ТВ-317 и отличается от базового двигателя ТВ-317 в МАА, повышенной на 15-20% мощности. Новая цифровая система автоматического регулирования и контроля, а также увеличенным ресурсом двигателя. Благодаря улучшенным характеристикам двигателя ВК-2500 высота полета вертолета возросла на 30%, скороподъемность на 50%, грузоподъемность увеличилась на 2000 кг. Примеры боевой работы вертолета К-52 в ссылках на видео в комментариях к ролику. ВК-2500 это модернизированный улучшенный двигатель ТВ-317. То есть с промежутком времени инженеры додумали, улучшили и на лучший вертолет поставили лучший двигатель. Для такой машины, для соосной схемы винта нужно больше мощности. Соответственно эти движки идеально для этого подходят. Расход меньше. Ну и надежность. С промежутком времени нет износа лопаток так каковых. Они из более лучших материалов, которые не поддаются разрушению, коррозиям. И со временем они долго тросятся. Двигатели простреливали прям насквозь. Двигатель работал штатно. Никаких перебоев не было. Выдавал ту же мощность. Все шло штатно и отлично. В общем и целом это моя машина, материально ответственный человек за нее. Это как мое домашнее животное, можно сказать. Я его ухаживаю за ним, топливом кормлю, умываю и тому подобное. Целиком полностью наша машина. Полюби вертолеты, он полюбит тебя. И он не будет отказывать. То есть у каждого вертолета, в летчиках есть некоторая, так сказать, вера такая, что каждый вертолет с душой. И как ты к нему подойдешь, он может тебя не принять. Если вертолет принимает пилота, то он никогда не отказывает. И работает всегда. И все у него замечательно. И даже в критической ситуации, когда в принципе вертолет не должен работать, он вывезет пилота домой. Все будет хорошо.